Приветствую Вас друзья, художники-любители. Серьезный вопрос я затронул в этом повествовании. Что такое тон в живописи? Например, тон или тональность музыки я понимаю. Тон в живописи, примерно как в музыке, только с поправкой на краски. Каждый оттенок обладает тремя параметрами. Первый, тон светлее, темнее. Второе, цвет красный, синий, оранжевый, фиолетовый, желтый и тому подобное. И спектральная частота. Это сложно объяснимый параметр. Приведу пример. В жизни, солнечное голубое небо имеет спектральную частоту больше, чем у любой краски. Например, масляный синий. Поэтому, с помощью красок, не получится написать небо так же ярко, как видим его в природе. Но выход есть. Художник добивается показать красоту окружающего мира, с помощью тональных отношений. Это темнее, светлее, или на свойствах контраста красочных пятен между собой. И не важно, написана картина цветными красками или монохромными. Если тональные соотношения выстроены правильно, то картина будет считаться. Тональность в живописи, это колорит. Приведу пример. Цветная картинка, старинный натюрморт. Если убрать, замылить все детали, то получим общий колорит. В данной картинке получаем обобщающий цвет, примерно зелено-болотный. Понимаю. Каждый художник, один и тот же цвет, может интерпретировать по-разному. В силу своего восприятия или ощущения. Но условимся. Зелено-болотный цвет. Это тональность картины. А что же такое тон? Часто слышал, читал от художников. Работайте тоном, даже если пишете цветом. Не особо понимал, пока не пощупал своими руками. Если обратиться к Википедии, по вопросу о тоне в живописи, то устанешь читать, и тем более сложно разбираться. Пример из Википедии. Тон в живописи. Физическая характеристика цвета, принадлежащего к простым или основным цветам, определяется его местом в солнечном спектре, степень его частоты, то есть примесь к нему белого где-то больше и меньше. Все. Дочитайте сами, на паузе. Понятно? Мне не особо понятно. Ладно. Расскажу, как я пощупал, что такое тон в живописи. Конкретно с примерами. Сначала я покажу пример из трех красок, которые не будут иметь свет, но они будут иметь темноту и светлоту относительно друг друга. Первая краска, самая темная. Вторая светлее первой. Третья светлее второй и тем более светлее первой. Эти три краски я с помощью белил, приведу в один тон, то есть создам три колера, одинаковых по черно-белому цвету. Как видите, составленные колеры одинаковые по черно-белому цвету. Если есть минимальные различия, то это лишь несовершенство глаза или мало опыта, привести разные цвета в одинаковый тон. Даем скидку на неопытность. Далее, с помощью технологии, я покажу, как это сделать легко. Составленные серыми колерами, я рисую три яблока. В чем суть? Первое яблоко темнее второго. Третье яблоко светлее второго и тем более первого. Пока смотрите, как я мажу, расскажу о красках, которыми сейчас пользуюсь. Раз у меня верхние три основные краски разные по тону, о цвете не говорю. Соответственно, и яблоки получаются одно темнее другого. Далее покажу, как написать тремя намешанными колерами, но одинаковых по тону картину. Соответственно, с четвями картины не получится. В этом и кроется ответ на вопрос, почему нужно работать не цветом, а тоном. Смотрите. В итоге, я получил три яблока. Первое темнее второго и третьего. Второе светлее первого, но темнее второго. И третье, соответственно, светлее второго и еще более светлее первого. Понимаю. Сложно сразу понять. Объясняю. Три яблока одного черно-белого цвета, но они отличаются по светлоте и темноте. Это и есть тон. Светлее, темнее. Теперь покажу, как эта процедура рисовалась в цвете. Одно красное, второе зеленое и третье желтое яблоко. Как видите, на палитру выдавлены три краски. Синее, красное и желтое. С помощью белил составил три цветных колера, стараясь, чтобы они были по своей светлоте одинаковые. Цвет в картине задает настроение. Это день или ночь, солнечная или пасмурная погода и тому подобное. Ладно, отвлекся. Рисую яблочки. Изобразил три яблока. В итоге получилось вот это. Даже если бы я нарисовал все три яблока в одном тоне, то в цвете они все равно бы различались. Но они были либо скучные, от слова скучать. Нет между ними тонального соотношения. Цвет разный, но все бледные, мертвые. Сейчас я добавлю краски, которые не отличаются по тону друг от друга, они все темные. Выдавливаю на палитру три краски. Пока не буду называть их цвет, но поверьте, как и в первом варианте, они различные по цвету. Видите, они совсем не отличаются по тону друг от друга, просто все темные. Я подкрашиваю этими красками яблоки. Усиливаю их тон, ну пока в черно-белом варианте. Не хочу вас долго томить в черно-белом варианте. Перехожу на цвет. Теперь видно, что верхние краски сложно различимы не только в тоне, но и в цвете. Они темные. Но в растаскивании их по белому холсту, в тонком слое, они показывают свой цвет. Это прозрачные краски. Крафлаг розовый прочный, индийская желтая, травяная зеленая и голубая ФЦ. У этих красок очень широкий диапазон. От темного до самого светлого с применением белил или же при выкраске белой основы. Именно этими красками усиливаю цвет, а также рисую текстуру яблок. Где точки, где черточки, а где мазочки. Обращаю внимание, веточки яблок я рисую теми же прозрачными красками. Например, на желтом яблоке тело и веточку рисую индийский желтый. Она усиливает желтизну яблока. Тело становится насыщенней. А за счет своего широкого тонального диапазона, он зависит от толщины слоя, может быть от желтой до коричневой. Что видно на яблочной веточке, она коричневая, хотя рисуется желтой краской. Аналогичный у соседних яблок. На зеленом, веточка зеленая, но темная. На красном яблоке то же самое, только красная. Я не подбираю цветные оттенки в каждом объекте, будь то яблоко, будь то веточка или падающая тень на плоскость. Кстати, тень на плоскость от каждого яблока, я специально рисую противоположным цветом. Например, у желтого цвета противоположный синий, у зеленого противоположный красный, у красного зеленый. Но опять же, суть не в цвете. Суть в тональном соотношении. Перевожу законченный рисунок яблок в черно-белый вариант. Видите? Нет разницы, какими красками были нарисованы яблоки. В тоне они различимы по светлоте и узнаваемы по форме. Когда я закончил эксперимент с яблоками, в определении тона, просто решил похулиганить. На каждом яблоке нарисовал там всякую фигню, там червячок, муха, приелась фрукта. Ладно, продолжаем. Суть не в мухе или в червячке, а в тоне. Чтобы собрать свою болтовню воедино, яблока оказалось мало. Не совсем понял, что такое тон в живописи. Сейчас покажу тональное соотношение на примере детской аппликации. Я создал ее в фотошопе. Что вы видите на экране? Да, на экране аппликация в цвете, где четко видны холмы и стоящие на них деревья. Перевожу эту аппликацию в черно-белый вариант. Также четко прослеживаются контуры холмов, столов деревьев и их листва. В общем, пейзаж читаемый. Теперь, оставляя цвет, в фотошопе я высветляю тон всех объектов, добавляю белого цвета. В красках я бы разбавлял цвет белилами. Для этого перевел цвет в черно-белый вариант. Полтавец В третьей мере Казахстан Смотрите, в городе Казахстана Казахстан В первых летах В третьей мере Смотрите, в городе Казахстана А в градациях серого, все объекты исчезают, в принципе исчезли. А это значит, такая картина, даже в цвете смотреться не будет. Переведу обратно картинку в цвет. Объекты появились. Все деревья имеют свой первоначальный цвет, только бледный. В цвете, даже если он бледный, видны очертания объектов. Но картинка скучная, не читаемая. А в градациях серого, я показывал, картинка полностью исчезает. Нет соотношения тональных пятен. В многослойной живописи, кстати, можно использовать бледный цветной закрас, как подмалевок, и назвать его мертвым слоем. Впоследствии по этому подмалевку можно писать тень и свет. Вернусь к началу. Что я разбираю? Цветовой тон краски? Тональность или тон? Тональные пятна. Именно, тональные пятна. Чтобы мне не озвучивать, прочтите текст на картинке, что такое цветовой тон и что такое тон в рисунке. Не знаю как вам, мне не особо понятно из прочитанного. Хотя в начале, например, в черно-белых яблок, немножко понимание сложилось. Невзирая на цвет, светлота и темнота, должна присутствовать и чередоваться на картине в ритме, даже в одном объекте. Поэтому я приведу еще один практический пример. Нарисую примитивный нотерморт в цвете и в градациях серого. Вот тут внимательный, ибо это заключительный эксперимент с тоном. Я взял три краски. Синяя, красная, желтая. Из них намешал два составных оттенка. Красная с желтой получил оранжевую. Синяя с желтой получил зеленую краску. Все эти основные и составленные краски замешал на белилах. Я снова должен был добиться в белильных смесях однородные по тону колеры. Человеческому глазу это не так уж и просто. Это еще нужно умудриться из разных по цвету красок составить одинаковые колеры по тону. У меня не совсем получилось. Смотрите, перевел палитру в черно-белый вариант. Видите, белильные смеси вроде одинаковые, но немножко отличаются друг от друга. Одна темнее чуть-чуть, там другая чуть-чуть светлее. Тем не менее, я стал ими рисовать примитивный натюрморт. Желтая кружка, зеленая груша, синий чайник, оранжевый фон и красная драпировка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я все-таки добился более-менее нужного результата. А именно, вот, при переводе натюрморта в черно-белый вариант, картинка почти исчезла. Не совсем получилось, как с аппликацией в фотошопе, но тем не менее, натюрморт не читается. Хотя в цвете, смотрите, контуры, кружки, чайник, груши, фона и драпировки видны. Не вдаваясь во всевозможные цветные оттенки, я продолжил эксперимент с тремя красками, и от них составленными цветами. Драпировку усиливал красной краской, кружку желтой, чайник синий, грушу зеленой краской, фон оранжевый. Особо не промывая кисть, соседствующие краски могли попадать во все предметы. Вот так, небольшая грязь. Короче, пятиминутный примитивный натюрморт дал понять следующее. При переводе картинки в черно-белый вариант, все предметы стали читаться, за счет тональных отношений. В черно-белом варианте, относительно предыдущего, тоже появились эти предметы. Вроде стало понятно, что такое тон в живописи, невзирая на цвет. Что-то немножко не совсем понятно, ибо каждый цвет имеет свой тон. Так как же работать с разными цветами красок в тональном отношении? Например, в летнем пейзаже с рекой небо светлее, чем вода, в котором отражается небо. А в зимнем пейзаже, наоборот, небо темнее, чем снег, который освещается небом. Я провел еще один эксперимент с простым натюрмортом, чтобы понять, что такое тон в живописи. Пример одного цвета. Рисую тот же натюрморт одной цветной краской. Пока не скажу ее цвет. Потому что рисую в черно-белом варианте. Черный и белый цвет в красках, а также его составляющие оттенки, называются ахроматические цвета. Цвета нет, только тон. Для этого я беру самую темную краску и в конце ряда белила. Из них, намешиваю три оттенка, от темного к светлому. Во многих своих роликах, я всегда употребляю число три. Это не случайно. В чистом аккорде три звука. Земля держится на трех китах. В измерении есть длина, ширина и глубина. Везде цифра три. Четвертое нам будет дано только тогда, когда мы усвоим эти три. Итак, тремя составленными оттенками, не забывая о крайних темной и светлой краски, я рисую монохромный натюрморт. Смотрите и слушайте музыку. музыка. 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 Видите? В черно-белом варианте натюрморт уже читается, хотя рисовался одним цветом краски. Включаю цвет и вижу синюю краску и составлены из нее более светлые колеры. Разницы нет. Синий, можно красный, можно желтый, можно смешать множество цветов, нарисовать его сербуркозявчатым цветом. Но вывод один. Хоть цветом, хоть черно-белом варианте, в картине должны присутствовать соотношения темного и светлого. Конечно, есть еще понятие теплого и холодного, которые относятся уже к цвету, но это другая история. Тема о тонне в живопись у меня поднялась с разбора вот этой картины и опишу ее уже второй год. Казалось бы, разве трудно подобрать цвет для каждого предмета? Отвечаю, цвет не трудно. Но выдержать тон одного предмета относительно другого, непросто. Еще сложнее соблюсти общую тональность картины при множестве цветов и оттенков. Общий тональность картины, это тоже другая история. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова